Чувашское отделение российских студенческих отрядов отметило свой 15-летний юбилей. В актовом зале филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное столь знаменательной дате. На празднование собрались представители более 30 отрядов в количестве более 700 человек, которые пришли поздравить друг друга и подвести итоги прошедшего года. Сегодня современные студенческие отряды трудятся в педагогической, строительной и сельскохозяйственной сферах, в сервисе и в отряде проводников. В начале торжественного мероприятия с приветственной речью к присутствующим обратился министр образования Чувашской республики Юрий Исаев. В молодости он сам состоял в трудовом отряде. На сцене он поделился своими воспоминаниями об этом. В 1991 году мы выехали в Ярческий район и мы строили один строительный объект. И как только мы зарплату получили, союз наш развалился. Но тем не менее мы развивали, пытались и благодаря именно тем действиям государства, которые произошли в 2004 году, появился новый импульс. И движение в новом формате возродилось. И это очень классно. За эти годы в ряды российских студенческих отрядов вступили более 60 тысяч студентов Чувашской республики. Российские студенческие отряды сегодня это институт воспитания молодого поколения. Это первый трудовой опыт, позволяющий молодежи выстраивать свою карьеру, работая на благо республики и всей страны. Это любое праздничное мероприятие, конечно, мы будем сегодня всем говорить спасибо. Мы будем награждать наших лучших бойцов, лучших кемиссаров, лучших командиров отрядов. Будем вручать им знаки почетные, будем вручать им почетные грамоты, благодарственные письма. Будем всячески им говорить спасибо на разном языке. Так, на базе ЧГПУ имени Яковлева в 2008 году был создан педагогический отряд «Камушки», основной состав которого – студенты практически всех факультетов вуза. Ребята каждое лето выезжают работать вожатыми в детский оздоровительный комплекс «Морская звезда» Краснодарского края. Екатерина Филипова, комиссар студенческого педагогического отряда «Камушки», рассказала, что работы педотряда начинаются еще весной, когда самые креативные преподаватели и студенты университета собираются вместе и проводят курс вожатского мастерства для будущих вожатых. Формируют педагогическую программу на лето, проходят испытания в выездной школе актива «К лету готов». В конце мая «Камушки» отправляются покорять высоты педагогического мастерства в детский лагерь, где работают вплоть до сентября. Устраиваются более ста студентов университета. За летний сезон с «Камушками» отдыхают около 3,5 тысяч детей из Ростова, Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Архангельска и других регионов нашей страны. Вожатые педотряды «Камушки» для детей становятся старшим другом, который учат трудиться, общаться, создавать и ценить красоту, дружить, заниматься спортом и творчеством. Этому ребят учат и старшие педагоги, воспитатели, имеющие богатый и неоценимый практический опыт. Одними из первосоздателей педагогического трудового отряда в Чувашской республике был отряд «Волнари» на базе детского оздоровительного лагеря «Волна». Отряд «Волнари» существует с 1995 года. Вот уже 20 лет его педагоги занимаются с детьми и делают их лето красочным и незабываемым. В 2001 году они вступили в ряды российских студенческих отрядов. Екатерина Кольцова, командир педагогического трудового отряда «Волнари», рассказала о том, что в их лагере проходит большая работа по обучению новых педагогов. Их сертификация уделяется особенное внимание. Она отметила, что отличительной особенностью этого педагогического трудового отряда является преемственность. С самого начала мы воспитываем вожатых в себе сами. Начиная с тех ребят, которые приходят к нам, может быть, самыми маленькими, 7 лет. Они растут в нашем лагере, достигают возраста совершеннолетия. Мы их обучаем, и они уже не просто подготовленные, скажем так, теоретически, но и практические, потому что живут в нашем лагере очень много времени. Они приходят и работают в вожатые. На сегодняшний день российские студенческие отряды – это самая многочисленная молодежная организация России. 74 представительства по всей стране. Последние пять лет региональный штаб Чувашии входит в тройку лучших штабов Приволжского федерального округа. В 2015 году отряды Чувашской республики заняли первое место по численности бойцов в Приволжском федеральном округе. Анастасия Соколикова, Алексей Федосов. Жизни столицы.